Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – способы избавления от табакокурения. 70% курящих людей мечтают бросить курить. 17% из них не предпринимали ни одной попытки. При этом людям с высокой зависимостью никотинолы требуется иногда несколько попыток для того, чтобы бросить эту пагубную привычку окончательно. Избавление от любой зависимости – это серьезные испытания на прочность. Покончить с курением пытаются многие, и только часть из них доходит до цели. Какие же эффективные методы нужно использовать, чтобы приблизить себя к заветной цели и избавиться от никотиновой зависимости? Об этом буквально через минуту расскажет врач-специалист. У курильщиков за год оседает около килограмма токсичных смол в легких. Уменьшается их объем и эластичность. В разы возрастает риск онкологии. Никотин – это яд, который способствует воспалению слизистых дыхательных путей, желудка и пищевода. Ухудшается состав крови, а белых телец становится меньше, поэтому падает иммунитет. Осознав данные проблемы, многие люди решают оставить пагубную привычку. Каждый ищет свой, тот самый правильный и эффективный способ, который поможет бросить курить раз и навсегда. Итак, еще раз назову тему сегодняшней нашей программы. Она звучит так – «Способы избавления от табакокурения». Наш телефон 67 97 67. Он, как всегда, именно в это время, в 12.40, к вашим услугам. Во все остальные выходы программы в эфир – это повтор. И вот только сейчас идет прямой эфир. Поэтому именно сейчас вы сможете в течение 25 минут задать вопрос нашему врачу-эксперту. А сегодня у нас в студии нарколог-психиатр Новгородского областного клинического наркологического диспансера «Катарсис» Евгений Витальевич Лобанов. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Здравствуйте. Часто приходят люди, которые высказывают пожелание избавиться от нее? Ну, желающих бросить курить, конечно, очень много, но обращается гораздо меньше. И вся причина, скорее всего, кроется в том, что большинство занимается самолечением. То есть не секрет, везде рекламируется, и люди знают, какие существуют лекарственные средства. Их можно купить свободно в аптеке. Поэтому люди прямым ходом идут в аптеки, минуя врача-нарколога-специалиста, который этим занимается. И зачастую это приводит к тому, что люди разочаровываются во всех этих лекарственных средствах. И вот это вот разочарование, оно приводит к тому, что человек считает, что избавиться от этого уже практически невозможно. И пускают это все на самотек по принципу, ну, как-нибудь или когда-нибудь я, возможно, и брошу. Но вот это вот любое лечение, любое лечение, не зря же существуют врачи, да? Нужно начинать с врача. То есть надо прийти на консультацию, надо прийти на беседу. И врач, он любого пациента, желающего, нежелающего, он всегда обязательно мотивирует. Мотивирует его, он заставит человека задуматься о том, что надо бросить. Именно только после этого и нужно приступать к лечению. Потому что врач, он же будет учитывать и стаж курения, и интенсивность курения, и возраст, и какие-то болезни. И обязательно подберет какие-то лекарства, комбинацию этих лекарств. Обязательно подберет дозировку, посоветует, какие там существуют методики. Они же делятся как бы на лекарственные и нелекарственные. И с этим учетом всегда можно подобрать какое-то адекватное лечение. Итак, мы ждем ваши вопросы, уважаемые телезрители. Наш телефон вы видите на экране, я еще раз его назову. 67 97 67. Пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик, звоните. А если позволите, я вот уже начну задавать вопросы, которые пришли раньше. И в частности Анна, женщина, задает этот вопрос, ей 45 лет. Она пишет, несколько раз пыталась бросить курить. Самые тяжелые моменты тяги к никотину чем-нибудь заедала. Леденцами, семечками или орешками. Иногда это действительно помогало, отвлекало внимание от сигарет. Но чаще всего эта затея заканчивалась набором лишнего веса. Скажите, пожалуйста, может ли в этом случае помочь кодирование? Насколько эффективен этот метод? Ну, вот по поводу отвлекало. Заедание, да. По поводу отвлекало. Действительно, вот дело все в том, что многие курильщики, когда бросают курить, то желание, оно сохраняется какое-то время. И они как бы концентрируют все свое внимание на этом желании. Это точно так же, как, допустим, человек ночью не может уснуть, он постоянно об этом думает. И чем больше об этом думает, тем дольше он не может уснуть. Вот так же и здесь. Здесь надо отвлекаться. Надо не думать о том, что вот покурить бы, покурить бы, последнюю сигаретку, последнюю затяжку. Последней сигареты никогда не бывает. Здесь надо, наоборот, думать о том, что я вот молодец, что я вот не курю. Но способов отвлечения существует много. Ну, вот, например, можно семечки там, можно там, допустим, конфетки. Но здесь есть такая особенность, что любой курильщик, склонный к полноте, не склонный к полноте, когда он бросает, он обязательно, значит, весе набирает. Если нет склонности, то, ну, килограмм до пяти набирается. Если склонность есть, то там до десяти, а тоже и более набирается. Поэтому здесь вот как-то надо учитывать свои силы и свои возможности, и свои склонности. То есть, ну, значит, не надо там заедать. Потому что, представляете, сколько семечек человек съест, если 100 грамм семечек содержит 600 калорий. А если это конфетки, то конфеток еще больше. Естественно, человек будет стремительно набирать весе. Значит, ну, есть альтернативные какие-то. Я не знаю, вот если человек, он свободен, там, в отпуске, я не знаю, или там, выходной какой-то, ну, можно заняться, допустим, там, разгадывать кроссворды, ребусы какие-то. Может посмотреть какой-то там любимый фильм, там, я не знаю. Может, там, почитать какие-то любимые книги. Может быть, там, заняться какой-то ходьбой, какими-то там упражнениями, я не знаю, рыбалкой, там, я не знаю, сходить в лес там. То есть, надо обязательно отвлекаться. Что касается кодирования. Вот вопрос в случае кодирования от курения или от лишнего веса, что ли, вопрос здесь стоит. Я думаю, от курения. От курения, да, есть такая методика по методу Довженко, да, вот есть такая там, лечит, значит, алкогольную зависимость и табак курение. Да, есть такая методика, но только мы ее не проводим, потому что там есть одно такое условие, которое не особо нравится нашим пациентам. Если где-то лет 20 назад условие было такое, надо 7 дней не курить перед сеансом, сейчас снизили, потому что, ну, что такое 7 дней? Если человек 7 дней не покурит, он, в принципе, и курить дальше не будет. Вот, сейчас это снизили до 3 дней, но практика показывает, что люди и 3 дня не могут выдержать там, потому что очень многие, кто бросают курить, их хватает на день, максимум на 2. Вот, поэтому действительно все методики помогают, но здесь надо быть до такой степени, значит, выдержанным человеком, чтобы перед сеансом выдержать там 3-4 дня. Вот, тогда, да, это поможет. Следующий вопрос от Бориса, ему 49 лет, он спрашивает, скажите, доктор, можно ли бросить курить, основываясь только на силе воли? Если сила воли слабая, как ее укрепить? Раньше выкуривал пачку в день, решил бросить, но совсем бросить пока не получается. 2-3 сигареты все-таки выкуриваю, но для меня это уже подвиг, пишет Борис. Может быть, так и сойдет, но нет? Нет, вот дело все в том, что если бросать, то надо бросать резко и сразу же все. То есть я уже сказал, что последней сигареты не бывает. Практика показывает, что люди, они уменьшают интенсивность курения до 2-3 сигарет, эта плата держится какое-то время, а потом человек все равно возвращается к той интенсивности курения, которая была это до пачки в день. И вот это вот выражение, сила воли, это своего рода прикрытие. И очень многие пациенты нежелание бросить курить прикрывают вот таким выражением. У меня нет на это силы воли. Правильно сказать, просто нет желания. Либо сила есть, воли нет. Шутят обычно, да. Вот, поэтому здесь просто-напросто должно быть желание, и человек должен прилагать к этому усилие, потому что он не рождается с сигаретой во рту, он просто прикладывает усилия для этого. Поэтому для того, чтобы бросить курить, надо тоже для этого прикладывать усилия. Надо как-то перетерпеть и пугаться не надо. Если человек не выкурит сигарет, ничего плохого с ним не произойдет. То есть сознание он не потеряет, он, так сказать, ничем не заболеет. Наоборот, в организме он скажет только спасибо. И первые три дня самые тяжелые. Вот именно три дня вот стоит перебороть. Там уже легче три недели. После этого человек восстанавливается, и он спокойно ходится без сигарет. То есть желание должно быть прежде всего. У нас есть звонок в прямой эфир. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Меня интересует вопрос, как можно записаться на прием к специалисту. Это платно или это бесплатно от государства? И есть ли возможность записаться через госуслуги, может быть? Вообще, как попасть на прием к специалисту к человеку, который хочет бросить курить для начала? Отличные вопросы. Это несложно. То есть на Хутинскую 91 записываться не обязательно. Там надо просто позвонить по телефону 630939 и узнать расписание доктора. И согласно этому расписанию прийти. Что касается лечения, то лечение куритьщиков у нас бесплатно. То есть что туда входит? Это консультация туда входит, это психотерапевтическая работа входит. Что касается каких-то лекарств, ну, естественно, это приобретается в аптеке, это стоит, естественно, денег. И так можно не звонить на госуслуги, не нужно в колл-центр звонить. Можно напрямую в поликлинику. Да, просто позвонить. Если можно, еще раз номер телефона. Ну, если это регистратура 636980, если это напрямую, мой кабинет 630939. 630939. Это вот напрямую нашему сегодняшнему доктору, наркологу-психиатру Евгению Витальевичу Лобанову. И телефон регистратуры 636980. Итак, следующий вопрос от Александра. Ему 32 года, и он пишет, что закурил еще подростком, и сейчас об этом очень сожалеет. Курение сейчас не в моде, пишет Александр. Все мои друзья стараются вести здоровый образ жизни, занимаются спортом, а я тоже хочу бросить курить, но пока никак не получается. Из-за частых стрессов срываюсь. Помогут ли в этом случае таблетки, вызывающие отвращение к табаку? Насколько они действенны? Чувствую, что у меня зависимость от табака больше не физиологическая, а психологическая. Может быть, нужно к психотерапевту или к психиатру? Ну, курение, как правило, начинается чаще всего в подростковом возрасте. Да, статное чувство. Когда, значит, бешабашно, незадумываясь, да, это придерживаться моде, коллективизму, и это развивается зависимость. Зависимость, она как бы состоит из двух видов зависимости. Это физическая зависимость и психологическая зависимость. Больше всего психологическая зависимость. Почему? Потому что человек привыкает несколько к никотину и к тем продуктам сгорания, которые в дыму содержатся. Человек больше привыкает к самому курительному процессу. Потому что вот эти курительные процессы, они, как правило, пристегиваются к каким-то событиям, к каким-то ритуалам, и формируются такие курительные ритуалы, курительные традиции. Это чашечка кофе, сигареты. Чашечка кофе, сигареты сесть за руль, значит, сигареты там, перекур сделать на работе. И за многие годы человек вот к этому ритму жизни и привыкает. То есть это условная рефлексия, это психическая или психологическая зависимость. Физическая зависимость, она, да, действительно существует. Почему? Потому что головной мозг, он состоит из нейронов. Они самые разнообразные. Вырабатывают различные медиаторы. В частности, вот есть такой медиатор, называют гормон удовольствия, это дофамин. Так вот, никотиновые рецепторы, они формируются у курильщиков как раз именно на тех нейронах, где вырабатывается дофамин. И вот здесь, конечно, формируется физическая зависимость, которая в чем заключается. Ацетилхолин, который у нас вырабатывается и стимулирует вырубку дофамина, он поддерживает наше настроение, наше поведение постоянно в хорошем таком нормальном уровне. А когда курильщик поглощает никотин, то никотин очень похож с ацетилхолином. И он занимает его место. И он подавляет его выработку. А так как ацетилхолин вырабатывается постоянно, а никотин периодически, то вот здесь и формируется физическая зависимость. То есть ты получил дозу никотина, у тебя выработался дофамин, но его выработалось гораздо больше. Почему? Потому что ты с курением получил бесконтрольную, так скажем, дозу. Ты получил вроде как бы удовлетворение от того, что ты выкурил эту сигарету, но переизбыток никотина, он и дофамина приводит к тому, что выработка его затрудняется, то есть блокируется. И через час-два у человека отсутствие дофамина вызывает раздражительность, апатию какую-то, вспыльчивость, подавленное настроение, усталость, головную боль. И у человека возникает желание, потому что дофамин, он не только гормон, так скажем, удовольствия, он еще обучающий гормон. Он учит курильщика поглощать никотин, то есть еще, еще, еще этого никотина. И у человека появляется желание, то есть он еще и за желание отвечает, выкурить эту сигарету. И получается вот такой замкнутый круг. С одной стороны, он выкуривая сигарету, получает удовольствие, а с другой стороны, значит, он испытывает дискомфорт и вынужден курить. То есть курильщик он курит не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы не было, по сути, плохо. Вот это вот как раз вот и мешает курильщикам бросить курить, потому что, когда он бросает курить, отсутствие, значит, вот этого никотина приводит к тому, что настроение ухудшается. И многие говорят, я доктор вот пробовал сам бросить курить, я вот чувствую, значит, прихожу вечером домой, какая-то усталость, какая-то раздражительность. Вот, и выкурив сигарету, ему сразу вроде как бы становится легче. Поэтому вот у нас существуют очень многие лекарства, вот так называемые никотин замещающие, которые мы в комбинации с психотерапией используем для того, чтобы снять вот эту вот физическую зависимость. То есть, но в основе курения все-таки лежит не физическая зависимость, а психологическая, с которой гораздо сложнее и труднее справиться. Но врачи помогают? Ну да. Следующий вопрос от Вячеслава, он пишет, скажите, пожалуйста, помогают ли избавиться от курения гомеопатические средства? Слышу разные мнения, некоторым говорят, они помогают, стабилизируя работу нервной системы, а другие утверждают, что подавить в корне зависимость от табака гомеопатия не поможет. Стоит ли пробовать? Ну, вы знаете, это такой вот вопрос, очень такой, знаете, двоякий. С одной стороны, вот помните раньше, вот люди бросали, прочитав книжку Аленкара. Да, да. Это не гомеопатия, это не лекарство. Прочитал книжку, бросил, и этих книжек было недостатки. Сейчас они как бы и в продаже существуют, и для женщин, и для мужчин, да, разные вот эти вот тематики. Вот раньше их где-то там через интернет перепечатывали, у меня где-то до сих пор лежит перепечатанный вот экземпляр ради интереса, и люди бросали. Поэтому здесь как бы вам сказать, когда человек настроен бросить, бросить, он, естественно, для этого прикладывает усилия. Именно это и помогает ему бросить. А все остальное, допустим, гомеопатия, там, еще какие-то там, книжка Аленкара, это лишь только как бы толчок, это как бы поддержка, это как бы помощь, для того, чтобы реализовать свое желание прекратить курить. У нас новый звонок в прямой эфир, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорят, что разговаривать за рулем по телефону – это опасно. Вот я сейчас вас внимательно послушала. Скажите, пожалуйста, а курящий человек за рулем, он, может быть, тоже не менее опасен? Спасибо. Ну, дело все в том, что телефон как бы отвлекает внимание водителя от дорожного движения, ну и сигарета тоже как бы отвлекает. То есть это же ее надо достать из пачки, это потом надо взять зажигалку. Внимание отвлекается от дорожного движения, естественно, это может привести к ДТП. Поэтому курить за рулем нежелательно. И даже может стать опасным. Вы знаете, вот очень важный вопрос от Федора Сергеевича пришел, ему 54 года. Он пишет, что курит с 16 лет, обнаружили онкологию, пока на начальной стадии. Патология в легких. Врач сказал, что срочно нужно бросить курить. Нашел в интернете статью «5 способов бросить курить». Испробовал все, ничего не получилось. Эти способы неэффективные или я слабохарактерные, спрашивает Федор Сергеевич. Могут ли мне чем-то помочь в диспансере катарсис? Ну, чем помочь, вы уже сказали. Ну, дело все в том, что в 70, по-моему, 7% случаев рак легких – это болезнь курильщика. Поэтому сам диагноз, мне кажется, он уже должен мотивировать курящего человека прекратить курение. Прекратить курение. Ну, способов, я уже говорил, полно всяких существует. Поэтому, если есть желание, то любой способ поможет. Если желания нет, то никакой способ не поможет. К сожалению, очень многие, они почему-то, курящие, я имею в виду, очень многие, они почему-то эту проблему хотят повесить на плечи врача. Или же там за счет каких-то лекарств. Надо понимать, что это зависимость. А что такое зависимость? Зависимость – это привыкаемость. То есть, та привычка, которая ухудшает качество жизни, и привычка, которая разрушает твое здоровье, курение, алкоголь, наркотики, то такая привычка называется в медицине словом – зависимость. Но в основе ее лежит привыкаемость. Поэтому привычка – это навык, который останется на всю оставшую жизнь. Я же сказал, последний сигарет не бывает. Можно не курить 5 лет, 10 лет, 20 лет, но потом, выкурив сигарету, опять вернуться к той же интенсивности курения, которая была спустя эти годы тому назад. Это касается не только курения, это касается и наркотиков, это касается и алкоголя. Ну, а помочь мы любым людям с любым заболеванием всегда готовы. Потому что курильщики – это действительно люди, у которых и онкологические заболевания, это заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. И все, кто к нам, допустим, обращаются, как правило, они приходят и тащат за собой хвост вот этих вот хронических болезней. От курения. Мы же им не отказываем, мы же им рекомендуем. Ну, мы еще раз напомним, да, потому что Федор Сергеевич спрашивает, могут ли помочь в диспансере катарсиса. Однозначно помогут. Конечно, могут, да. Помощь, оказывается, бесплатна. Но единственное, медикаменты придется купить за свой счет. А вот непосредственно к Евгению Витальевичу можно записаться по телефону 630939. Телефон регистратуры 636980. Это государственное медицинское учреждение. Помощь оказывается в рамках ОМС. Да. И вот остается буквально 2 минутки, но, может, еще успеем вот ответить на вопрос Ивана. Ему 37 лет. Он, пишет, недавно узнал, что курение приводит не только к раку легких, но и к раку гортани. Скажите, пожалуйста, в каких случаях можно избавиться от табака самостоятельно, в каких требуется помощь дипломированного врача-нарколога? Ну, какие вопросы-то все. Они как раз сводятся к тому, как избавиться. А избавиться очень просто. Во-первых, это должно быть желание. И плюс, значит, помощь врача-специалиста. Потому что мы учитываем возраст, мы учитываем стаж курения, мы учитываем интенсивность курения, мы учитываем состояние здоровья. Лечение к любому человеку можно подобрать. И вот, кстати, он еще спросил, стоит ли пробовать никотиновый пластырь, никотиновую жвачку. Помогают ли они бросить курить? Все помогает. Если есть желание. Сила воли превыше всего. Да. И желание. Способов-то много. Я говорю, существует лекарства. Очень много существует. Это никотин замещающая терапия. Да, в какой-то степени она помогает. Может быть, в процентах 10, когда замещают тот никотин, который человек с табаком... Ну, а потом со временем отвыкают и уже как бы от пластыря. Есть лекарства. Ну, например, вот Чампикс или Варениклин. Что они делают? Они блокируют вот этот вот рецептор, вырабатывающий дофамин. И когда человек выкуривает сигарету, он просто не получает от этого удовольствия. И он продолжает курить, удовольствия нет. И таким образом он постепенно прекращает. Ну, и есть лекарства, цитизин или табакс, которые мы рекомендуем. Там, наоборот, действие. Цитизин – это растение ракитника, значит, он по своим свойствам близок к никотину. И получается, что он не блокирует эти рецепты, а просто передозировка как бы получается. То есть человек выкуривает сигарету никотин и плюс цитизин, который по свойствам схож с никотином. И у человека просто вырабатывается отвращение. Но обязательно мы там комбинируем все эти лекарственные средства, потому что здесь нужно учитывать психологический момент, нужно учитывать раздраженность. А это снимается уже совершенно другими лекарственными препаратами. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы нашли время сегодня к нам прийти, за ту информацию, которую вы нам сегодня предоставили. Мы сейчас еще раз повторим пройденное, подведем итог, сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра. Человек, который бросает курить, испытывает состояние никотиновой абстиненции, неудержимого желания закурить. Без сигареты ухудшается его самочувствие, появляется раздражение, слабость, снижение внимания. Поэтому самое главное препятствие к отказу – это недостаточность силы воли. Есть люди, которые могут заставить себя бросить курить через немогу, но их единицы. У остальных такие попытки заканчиваются срывами и депрессией. Среднестатистическому человеку, желающему отказаться от курения, помогают методы и средства, которые облегчают состояние психологической зависимости и постепенно сводят ее к нулю. Тема следующего выпуска программы «Скажите, доктор!» – рассеянный склероз. К нам в студию придет врач-невролог Новгородской областной клинической больницы Ольга Сергеевна Игнатьева. Готовьте вопросы для прямого эфира. Задавайте их заранее на сайте интернет-издания «53 новости» и в группе «Скажите доктор ВКонтакте». А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!